Здесь я тренер Виктора Минебаева лично, как он тренер, он был, вернее, мой спортсмен, он числится здесь в спортивной школе, и я числюсь здесь его тренером. В этом зале мы разминаемся, и любая тренировка у нас начинается именно с тренировки в спортивном зале, технической, мастерства, физической подготовки, картинционная подготовка, все проходит в сухом зале. Здесь мы прыгаем на батуте, занимаемся акробатикой, сухие трамплины, вот эти подвесные лонжи, это все методы обучения новых прыжков или исправления каких-то технических ошибок. И только потом мы уже переходим на воду. В нынешнее время это приходит родителям, которые смотрят соревнования по прыжкам в воду, видят, какие красивые атлеты, какие они красивые пироиды выполняют над водой, как они прекрасно входят в воду, без прыжок. Для них это удивительно, они думают, наверное, я своего ребенка хотела бы видеть вот там же. И приводят своих детей в 6 лет, в большей степени это заслуга родителей, что их ребенок начал заниматься именно этим видом спорта. А полюбят они его потом уже, когда они почувствуют, что это такое, когда пройдет много лет, тогда они будут сказать, что я люблю прыжки в воду. Ну, наверное, наши амбициозные планы все-таки завоевать олимпийскую медаль. Но на двух олимпиадах мы уже участвовали, и в Лондоне в 12-м году у нас ее просто, можно сказать, украли. Так, разрешил британскому спортсмену перепрыгнуть один прыжок, и он его сделал уже более удачно и выиграл бронзу. Вот так бы. Витя был четвертый. Ну, конечно, там было лучшее выступление, чем в Рио. В Рио уже, ну, в Рио все складывалось совсем не в нашу пользу с самого начала, наверное. Поэтому в Рио рассчитывать на медаль было нет, и поэтому, когда он отпрыгал, сказал, что все, будем дальше идти, пойдем еще в Токио. Хотя я думала, что на этом, наверное, все-таки финиш должен был быть.